Открывают наш вечер четыре поединка андеркарда и первый бой в легком весе в синий угол октагона приглашается боец из Узбекистана Самандар Геим Байер! Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на арене дворца спорта Квант, что в Троицке, недалеко от Москвы. На сегодняшнем турнире ММА Серия с 52. Для вас будут работать я, Григорий Стангрид и мой коллега Роман Сафронов. Всем привет, друзья! Москва зовет! Именно так называется сегодняшний турнир ММА Серия с 52. С большим удовольствием готовы представить первого бойца, который появляется на этой сцене на арене. Как уже сказал мой коллега Григорий, в Троицке Самандар Реймбаев. Он сегодня человек, который, в принципе, совершает очень важный скачок в стратосферу, в общем-то, в профессиональной ММА. Действительно, волнительный момент. И если этот парень сегодня себя покажет круто, то стоит запомнить этот бой и потом внести ему в его в актив. Безусловно. 19 лет этому спортсмену. Да, очень молодцы, только начинается. В красный угол приглашается его соперник из России Александр Анисимов! Ну, Александр Анисимов, 21 год, чуть постарше. Он из Домодедова, кстати говоря. В общем, недалеко совсем. Ему было добираться до арены. Еще раз напомню, это легкая весовая категория, 70 килограммов. Лимит 0,68,9, показал Анисимов. 1,73 его рост, рост соперника 1,75. Тоже дебют. Призер чемпионата России по грэпплингу. Вообще, узбекская школа, это чаще всего ударная. Вот насколько мне удалось пообщаться с ребятами, которые выезжали. И потенциально можем рассчитывать как раз на это каноническое противостояние борца и ударника. Потому что, опять же, Махмуд Мурадов, который выступает на высоком уровне за океаном, он вспоминается и общаясь с ребятами, которые с ним тренировались. Как раз очень хорошая школа бокса. Я думаю, Григорий подтвердит мои слова. И в том числе и кикбоксеры тоже очень талантливые выходят из этой замечательной постсоветской республики. Да, безусловно. Тем более, Узбекистан там вообще победитель олимпийского турнира по боксу 2016. Поэтому бум, на самом деле, боксерский в этой стране. Происходит. Ну и вообще ударных именно передов единоборств. Боец в с*** углу. Ему 19 лет. Рост 1 метр 75 сантиметров. Венц 70,4 килограмма. Родом из Узбекистана. Представляет клуб Амир Тимур. Мастер спорта по ММА. И сегодня у него дебют среди профессионалов Самантар Гаимбайев. Его соперник. Боец в красном углу. Ему 21 год. Рост 173 сантиметра. Вес 68,9 килограмма. Из подмосковного Домодедова. Представляет клуб СФС Промоушен. Призер чемпионата РФ по грэплингу. Также сегодня дебил среди профессионалов Александр Анисима. Ром, да? Можно сразу понять. Вот когда показывают обоих, кто борец по корпусу мощному, кто ударник. Более такой стройный, соответственно, представитель Узбекистана. Реймбаев. Ну и что ж, ММА Серия С-52 на ММА ТиВи объявляется открытым. Начинается первый поединок из сегодняшних двенадцати. В левше работает Анисимов. Реймбаев. Ортодоксальная классическая стойка правши. Кость в кость. Начинают парни очень хлестко. В малоберцовую кость прилетает и тому, и другому. Видно, что стойка действительно у грэплера, у Анисимова, несколько иная. В отличие от классических парней, которые работают в стойке. Да, здесь посмотрим, чья возьмет. Статистика ударов будет появляться на вашем экране. Когда будет первая попытка прохода от Анисимова, будет на самом деле интересно. Потому что, судя по всему, в стойке. Бодаться с соперником на равных не получится, судя по всему. Вот, да, там и подтверждение, и попытка перевода. Но какой хороший баланс демонстрирует Реймбаев. Посмотрите, вроде бы даже отдает спину, но все равно до конца сопротивляется. И здесь вроде бы не все еще потеряно. Хорошая защита. Насколько гибкий и упругий даже Реймбаев. О, и удушение. Это все. Это все с такой впечатлением. Потому что плотно прихватил шею. Пытается разорвать захват Реймбаев. Но настолько плотно прихватил Анисимов. Все, да? Нет, не все. Нет, засыпает, засыпает Реймбаев. Да, это видно уже. Пора останавливать. И все. Первый поединок. У нас очень-очень быстро заканчивается. Ну, в общем, против Лома нет приема. Есть хорошее выражение. Против грэплинга в том числе. Да, но если отдал спину и отдал специалисту, при этом сам не являющийся большим специалистом в этом плане, ну, по отношению к своему сопернику, безусловно, то, конечно, уже мало что можно в этой ситуации поделать. Скоротечный бой. Ударов немного. То есть мы видим, что всего три удара нанес Реймбаев. Ни одного удара не нанес Анисимов. Но один тейкдаун и один сабмишн. Ну да, очень осторожно вообще в целом. Вел себя в этом поединке Анисимов очень-очень аккуратен был и не хотел лезть и ждал какого-то яркого активного действия. Этот фронткик... Фронткик был опасным, надо сказать. Да, безусловно. Потому что такими ударами... Есть куча примеров. Подождем. Поздравляем Александра Анисимова. Это называется использовать исключительно свою самую главную, то есть сильную сторону в этом поединке и не ошибиться. Да, возвращаясь к фронткику, насколько опасным этот удар может быть. В нокауты отправлялись люди после таких пропущенных ударов либо в тяжелые нокдауны. И, в общем, куча была проблем в дальнейшем по ходу поединка. Но выдержал этот удар Анисимов. Повтор. Да, причем отдать должное, опять же, представителю Узбекистана. Ну, здесь он до конца боролся и здорово вроде бы и сконтрил, но, опять же, навыков защиты от момента... Это соперник сзади. Да, совершенно верно. Сам отрабатывал подобные элементы в клубе «Львинное сердце» под руководством Армена Гуляна. Он как раз хороший специалист по борьбе. И это супер трудозатратно. И это действительно нужно очень много отрабатывать и тратить на это время именно на этот элемент.